итак друзья всем доброе утро у меня идет второй день моего похода вчера к сожалению уже не снимал потому что было дождь пошел и серьезно и палатку же потемках ставлю на сейчас друзья делаю кофе морозит еще дождик всю ночь почти шел дождь тем не менее спалось классно после такого пробега вчерашнего сагита потом посмотрю не буду говорить на 25 было спалось хорошо сейчас делаю кофе и просыпаюсь дальше сделал утренний кофе сейчас посижу гулять еще в палатке буду готовить завтрак да надо собираться посмотрел прогноз как бы стоит пасмурная погода но дождя там процентов 20 это хорошо значит он меняем помех создавать не будет на обратную дорогу как бы ночь прошла хорошо тихо спокойно под дождик спалось классно сейчас буду заниматься приготовлением завтрака я поставлю потелок свой мощный сварю супа вот такой вот у меня контейнер обычный такой нормально велосипедные такие боковушки становится нормальная влагозащита называется он крупник интересный в пакетике извините за качество возможно мало света еще ну такое вот у меня утро вид из палатки там стволочек но это водохранилище велик стоит все нормально я продолжаю готовить завтрак суп крупник вот так капает дождик он должен утихнуть если верить прогнозам я думаю утихнет потому что небо так вроде посветляется чуть-чуть а такое у меня утро супчик готов парует нормально ну да температура в принципе около нуля и горяченькая с утра вообще зайдет отлично ну всем приятного аппетита вот так вот выглядит мое утро на этом озере ну вот это водохранилище потому что тут протекает речка и в этот лес вот так вот я остановился моя палатка маленькая как обычно и буду я сейчас собираться покушал буду отправляться в обратную дорогу потому что нам не предстоит дольше маршрут поеду по лесу в объезд потому что мне даже вчера пришлось выехать на шоссейную дорогу немного проехать по ней потому что через речку не было переезда бродить ее никак но вот так вот в общем прорвался ну приехал конечно уже в потемках на ощупь скажем ставил палатку еще довольно таки неплохо и gasps в принципе упаковал осталось собрать палатку и сложите такой вот верхний рюкзак сделаем небольшой отдел для палатки тут так тоже сюда можно ее всунуть она свободна даже если и мокрая она не будет никому мешать а там все остальное так сушу осталось спаковать ну естественно палатка хорошее утро итак друзья второй день моего похода собрал я свой лагерь место стоянки чисто сейчас этот пакетик выкину тут есть по пути место ты можно выкинуть мусор видел и продолжу свой путь в обратную сторону чуть-чуть изменив маршрут не поеду я так как хотел потому что там сложно в плане переправы по шоссе особо не интересно ездить и так километров на 5 я увеличу свой маршрут обратно и до по местоположения моей машины около 30 километров сейчас ну буду выходить подошел до этой стояночки там оставил мусор пойду выйду на берег такой вот небольшой обзор этого водохранилище вот такой вот озеро водохранилище назову его так плавает там вот куча уток вот их так столько много но там проходит шоссе и вот это вот сама плотина постройка не знаю было когда-то рассказываю тут мельница это очень давно такая вот водяная вот это вот осталось от этого такая плотина такое то озеро цель похода достигнута можно спокойно возвращаться обратно может будет попадаться красивые места буду снимать тут можно полить костры на берегу много таких тут кострищ вот такая стоянка даже можно на машине приехать так половить рыбу в общем такая красота зимняя итак включил трекер стартуем время 9 часов 12 минут выехал я в лес такая вот лесная дорога и такой прекрасный лес не скажешь что зима я продолжаю путь по таким лесным дорогам моросить дождик ну такой небольшой такая мулячка так скажем это не помеха проехав немного по лесу выехал на лэб и так вот просвечивается такая дорога и я решил поехать так вот по линии линии электропередач тоже красиво хороший лес вокруг буду потихоньку продолжать пока есть дорога поеду по ней там дальше будет видно все равно бежать потому что по карте там дальше их не будет этой дороге но посмотрю так друзья еду я опять по лесной дороге на лэпе там такой песок что очень сложно ехать решил проехаться по лесу чуть свернул в лес и буду дальше ехать так тоже дорога такая преобладание песка то есть накат есть у велика ну как бы тяжеловато ощущается и дальше я буду ехать по такой дороге заканчивается моя этот песчаная такая дорога вот выехал я на такую более укатанную грунтовку и сейчас по ней проследую если вчера уже поздно было так темно я поломился по шоссе можно было поехать так ну теперь я уже знаю такой мой первый скажем многодневный велопоход и теперь я буду как бы заранее так планирую заранее ну так в принципе с на спутнике смотрю все эти проезды и отъезды там всякие оно видно но когда уже действительно в реальности это совершенно другая дорога и не получается про ней ну да пешком бы можно было пламиду через лес тут лес такой что вообще просто иди себе спокойно отдыхаючи ну а на велике конечно там не поедешь приходится ехать по дорогам таким но это интересно ну так такие планы на сегодняшний день ну я продолжаю свой путь дальше проехал немного по лесу я выехал на свою лэп по которой я буду дальше следовать ну так вот дальше будет моя дорога тут идет преобладание песка и это будет ну какое то время будет там будет населенный пункт до которого мне надо проследовать небольшой такой и в общем там уже потом будет нормальная дорога без такого вот песчаного покрытия но она укатаны но все равно велик теряет накат и вот так ну я продолжаю свой путь дальше журавли полетели че утки че журавли похоже на журавлей а моя дорога вот идет лэп и она так петляет пока мы с всякими такими заболоченными районами видно что-то чистили че фиг его знает вот такая вот дорога да интересно сегодня в Польше Рождество 25 декабря ну католическое Рождество никого нет тишина все по домам а я в походе так проехал я наверно больше половины пути в обратную сторону немного проголодавшись я так вот не буду ехать уже на те а то озеро где я вчера был ну я уже там был а вот так просто съехал в лес решил что-нибудь приготовить в общем так вот сделаю я сейчас таких мыслей с шоколадом поставил водичку и киселя такой вот у меня будет обед уже скажем финишная прямая но она длинная еще по этой ЛЭП дорога хорошая по Каместу и я буду продолжать свой путь дальше и так заварилась моя овсянка назову я так просто она с фруктами с шоколадом ну классная штука приятного аппетита и так немного подкрепившись попью еще кофейка ой хорошо зашло так это овсянка фруктовая классная киселек такой тоже быстрый его там размешал на такую кружечку как раз горячий а теперь все это кофе запил и такой питательный обед скажем ну и буду ехать дальше погода да в принципе тихая ветра нету это хорошо ну так друзья и так спаковал все на место немного отдохнув у меня вот прям возле дороги вот так вот встал такая вот поляночка ну и в общем пообедал вот и дальше я выхожу на дорогу и еду дальше и так дальше дальше не ехать вот так по такой дороге через лес потому что моя лэп уходит вправо и идет там до такой электростанции интересной электростанция на солнечных батареях она огромная большая и в общем это лэп запитана подпитывается возможно может это она идет основная от этой электростанции но не важно нет через этот лес и там уже по сути болото будет и через эти болота в общем идет эта дорога в принципе мой поход подходит к завершению до прохладно немножко конечно вот так вот по таким болотам проходит финичная часть моего маршрута со всех сторон болото ну и мой поход завершается на этом ну так и так друзья подведу итоги своего похода велопохода такой он получился двухдневный и за эти дня два в общем я проехал точнее 25 часов 38 минут то что я был в пути это там наверно все у меня и стоянки и такое я проехал 52 километра 800 метров в общем так и вот я нахожусь почти перед точкой финиша там же д-станция там стоит машина и загружу велосипед и поеду домой в общем так вот такой вот поход ну в завершении хочу сказать велосипед не подвел все четко выдержал испытания ну небольшой пробег но тем не менее я думаю для него нагрузки были хорошие и песок и такие камни щебень ну все было дождь дождь вообще залил его бедного за ночь ну накрыл его конечно но тем не менее все выдержал и он и я это мой первый первый ну такой многодневный зимний поход велопоход таких пеших было но хотел попробовать вело ну понравилось честно вам скажу ну и ходите в походы друзья ездите на природу отдыхайте с вами был самотний вилк до скорых встреч